Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В день публикую по несколько видео и в том числе анонс того, что ожидает нас в будущем. А в будущем вас ожидает вот такая вот интересная тачка, которую можно будет забрать себе абсолютно бесплатно. Это премиумная шестерка средний танк СТРВ-74А2. И сегодня у нас 28 марта, а 29 марта в магазине игры появится бесплатная подписка на данную машину. Ну и забрать ее сможет каждый, кто не поленится в течение 10 дней заходить в игру и соответственно забирать по 10 частей сертификата на данную машину. 10 дней не пропускаете, в течение 10 дней по 10 таких сертификатов забираете каждый день. И суммарно за 10 дней забираете 100 частей сертификата, объединяете и получаете абсолютно бесплатно фановую, но не сильно играбельную СТРВ-74А2. Забыли давно про данную машину, да и в принципе неудивительно, потому что она не нагибает, не разрывает. Она чисто по приколу, чисто ради фана. Но забрать халяву почему бы и нет. Во-первых, не исключено, что данную машину сделают в будущем коллекционной и ее можно будет продать за золото. Ну а если она у вас есть в ангаре, то соответственно получите 700 тысяч серебром компенсации. Что собой представляет тачка, посмотрим сейчас непосредственно в самом бою. Ну а в отношении орудия, как обычно, заценим сначала стоя в ангаре. Здесь у нас 3,4 время сведения. На барабане в три снаряда играется не очень приятно. Не всегда успеваешь свестись настолько хорошо, как тебе хотелось бы. Великоватый разброс для своего шестого уровня 0,349. Неполные 2000 ДПМа, которые сложно реализовать в силу того, что машина крайне неживучая. Ну, здесь хотя бы что-то есть приятное. Это сравнительно нормальное время перезарядки магазином. Грубо говоря, 12 секунд. Пробитие 142 на базовом снаряде, которого больше чем достаточно, чтобы играть против шестерок и семерок в том числе. Ну а средний урон 160 единиц никого не удивит на шестом уровне. Также стоит отметить крайне скромный угол сведения орудия вниз, минус 6. Не сильно приятно, но играть можно. Брони по машине по большому счету нет, танковать нечем. Поэтому все, что в вас отправляется, в вас прилетает с вероятностью 99% из 100 с пробитием, ну и соответственно с нанесением вам урона. Поэтому играть необходимо крайне осторожно. Ну что, ребят, поехали посмотрим, на что эта потенциальная халява, которую вы уже с завтрашнего дня можете себе забирать, способна в реальных боях. Итак, ребят, поехали. И я вам скажу откровенно, мне очень сложно давать какую-то оценку, а уж тем более цепляться к недостаткам танка, который мы можем получить абсолютно бесплатно. Но я все-таки попытаюсь быть максимально объективным и все же озвучу как плюсы, так и минусы по данной машине. В отношении минусов сразу это подвижность. Это средний танк, который имеет бронирование и живучесть легкого танка, а подвижность приближенную к либо тяжу слабо бронированному, либо к очень хорошо забронированной СТ-шке. Короче говоря, передвигаться по карте на этой машине не сильно приятно. Ну и давайте сразу о приятном. Приятное это барабан на три снаряда, который выплевывает по снаряду через каждые полторы секунды. И ваша скорострельность, она приравнивается приблизительно к пулемету. Если мы говорим с вами о точности, то точность у орудия есть при полном сведении, но это полное сведение, я бы не сказал, что прям действительно комфортное. Я имею ввиду, размер вашего круга разброса это во-первых, ну а во-вторых, время самого сведения тоже периодически заставляет желать лучшего. Так или иначе, ребят, халяве в зубы не смотрят. И раз разработчики дали возможность забрать эту машину абсолютно бесплатно, то это говорит нам сразу о двух вещах. Ну первая вещь, это то, что этим стоит заняться и в целом от вас ничего не требуется. Просто заходи, забирай части этой машины и она будет стоять в твоем ангаре. А уж тем более, если у тебя вдруг нет каких-то других премиумных танков, то, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. Ну а второе, о чем это говорит, это сразу говорит о качестве самой машины. Ну согласитесь, крайне редко бывает такое, чтобы разработчики раздавали абсолютно бесплатно нагибающие тачки, на которых можно круто и весело фармить серебро. При этом, будучи результативным, мега имбовым игроком в каждом бою, ну и соответственно, получать массу удовольствия от боев. Хотя, если вы умеете получать удовольствие от чего-то бесплатного, то, наверное, и эта машина вам, в принципе, тоже подойдет. Мне лично СТРВ-74А2 чем-то нравится. Ну, как я уже сказал, он мне нравится своей бешеной скорострельностью, неплохой точностью при полном сведении, ну и в целом своей бесплатностью, наверное. Потому что данная машина мне в свое время тоже досталась практически на халяву. Я купил ее в Steam по бешеным просто скидкам, не помню уж какому празднику. Ну и, честно, стоит себе в ангаре, да и стоит. Периодически глаз радует, если я пролистываю шестерки для того, чтобы посмотреть, на чем бы мне поиграть. Вот такая вот интересная тачка, но интересная абсолютно не во всем. И, соответственно, возможно, не каждому игроку она зайдет, а кто-то начнет писать в комментариях по поводу того, что это шлак. Но, ребят, как я уже сказал, даренному коню в зубы не смотрят, а если смотрят, то улыбаются и тащат коня быстренько к себе в стойло. Досматриваем бой, но подводить итоги особо, ребят, не о чем. Как я уже сказал, машина не отличается прям какой-то суперрезультативностью. Машина, не дающая вам возможности вывозить какие-то горы серебра. Хотя для любителя барабанов с хорошим временем перезарядки снарядов между собой в магазине, я думаю, что очень даже неплохой вариант. Особенно это неплохой вариант для тех игроков, которые не могут себе позволить сейчас приобрести хотя бы какой-нибудь премтанчик. Или для новичков вообще самое то, что надо. Данная машина научит вас играть на барабанных танках. Данная тачка научит вас прятаться на время перезарядки этого барабана. Ну и стоит отметить, что для новичков это возможность понабивать шишек на абсолютно бесплатном танке. Согласитесь, гораздо хуже, когда вы покупаете танк за свою кровную голду, а он вас не устраивает. Ну купили не то, что хотели. Точнее не так. Купили то, что хотели, а получили. Не то, на что надеялись. Вот такой вот он из ТРВ-74А2. И по-моему вопрос по поводу того, стоит ли его забирать по бесплатной подписке, вообще не стоит. Именно поэтому, начиная с завтрашнего дня, не забывайте заходить в игру и забирать части на данную машину. В отношении результативности, то можно было бы сделать чуть больше. Меня слишком быстро начали в начале боя разбирать. Это была моя ошибка. Возможность непривычки. Ну а возможно у меня слишком пылкий характер. Ну и соответственно, меня постоянно тянет куда-нибудь на передовую, да, на приключения. При всем этом, я занимаю третье место в своей команде по нанесенному урону. И в целом, ребят, доволен. Доволен абсолютно. И стану еще более довольным, когда получу себе дубликат этой машины и пополню копилку на, сколько там, 700 тысяч серебром. По-моему, на дороге не валяется. И я лично собираюсь и так заходить в игру, даже без этой подписки, в течение 10 дней. Вот такие вот, ребят, новости. Если вы за своевременные обзоры, за своевременные новости, за их обсуждения. И в целом, за то, чтобы быть в курсе всего, что в игре происходит. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ребят, нам с вами однозначно по пути. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.